друзья всем привет с вами снова дмитрий мой канал не американец смотрите какой мне тот веселый зонтик взял у дочки ну что давно давненько я что-то не устал видео решил записать что у нас тут происходит не происходит ничего поэтому я ничего не записывал вот ну у нас похолодало вот видите я в свитере на улице дождик конкретно ну так прохладненько градусов сейчас я думаю момент 14 15 вот это днем прохладно пришел какой-то фронт то есть это я думаю еще будет все равно еще потеплеет будет жарко какое-то время но стал данный конкретный момент прохладно вот а чё я сюда выперся на улицу дочки дали разрешение начинать ходить в школу пошла она в школу вот сегодня у нас второй день с автобуса сейчас я буду ждать забирать ты можешь там дома спит соберу дочку пойдем домой вот ей очень понравилось она рада что вышла в школу так с работы у нас принципе что-то движется мы там что-то ремонтируем что-то строим что-то 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 делаем занимаюсь какой-то повседневной бытовухой в этом плане вот во флориде у меня какой-то шлак полный не могу найти клиентов которые бы скупили мой дом до утрен то он вот вернее давайте скажем так есть большая большая поклевка уже надеюсь что все завершится но до тех пор пока ты не получаешь документы деньги на руки это ничего не значит то есть есть вроде кто-то кто заполняет там документы все ну пока ничего не произошло на самом деле долго занимает я это уже делал сколько месяц занимаюсь каждую неделю туда езжу выставляю объявления ческать надоело ну одно радует что я туда еду хожу на массаж спину чиню хожу в покер и как бы у меня такой мини локейшн получается детей я с ним всю неделю сижу да вот ну то есть как бы от совмещая полезность приятно скажем так вот ну все надоел уже хочется сдать я же еще за у меня же но кредит на этот дом то есть я плачу там кредит плачу еще и фис очень этом набегает нормально вот еще же за стейджин я плачу тоже то есть короче надо мне разбираться с этим домом вот дом который дом который мобил хом тоже какая-то шняга сколько вот я уже 6 месяцев продаю ну опять с домом который мобил хом там в принципе получилось все на самом деле лучше чем могло быть в том плане что цены растут я там начал суетиться когда был еще карантин и было непонятно что-то там что будет происходить а тут вот все она придержалась придержалась сейчас цены растут и как бы ну тогда я продал за 85 сейчас я продаю за 105 то есть у нас есть контракт у нас есть покупатели все инспекции сделали апризал сделали кстати апризал вышел на 110 тысяч то есть я его выставил за 105 он апризал за 110 ну я в принципе это прикидывал я видел что она так и будет потому что вижу цены растут то есть все в этом плане классно кто-то мне говорил да что дом этого столько не стоит увидите стоит не стоит а он стоит того вот апризал это показал ну и все теперь то есть дело осталось за малым такие закрыть эту сделку то есть вот уже мы должны первых числах комнатам первую пятницу в октября закрытие ну я надеюсь она закроется потому что тоже блин насколько уже можно надо продать с акциями все тоже застоприл честно сказать я с акциями короче протупил вот друзья в чем-то я сделал мудро все в чем-то я протупил у меня же акции выросли сильно в цене в какой-то момент я прям попал вот все как надо на понижение где-то сыграл потом там на купил акции и они выросли очень хорошо и со 100 тысяч которые я вложил у меня там в какой-то момент 60 тысяч выросло а потом аж я еще сделал открыл margin то есть аккаунт с марджином это там ну короче как бы та контора через который ты вкладываешь в эти акции она тебе дает еще дополнительно денег кредит вот я на радостях взял эти деньги тоже с марджина и тоже докупил акции у меня все росло вверх и короче все было круто и вот у меня доросло до 190 тысяч представляете все это дело я радовался как дурной и был у меня такая мысль блин продать и я не продал и в не продал и протупил и потом это все конкретно пошло вниз из-за того что у меня margin короче тоже узнал я много интересного помогу про margin в итоге не очень классная вещь мне пришлось покрывать этот margin и пришлось акции продавать то есть продавать с убытком акции но в общем долгая история друзья вот все что я вложил все что я вроде как заработал нифига не заработал все я просрал то есть сейчас она вернулась у меня на ту же сумму что и было собственно говоря те же 100 тысяч у меня там и остались вот ну опять понятно что акции в итоге вырастут когда-то я все равно не заработаю ну блин знаю что у тебя было на счету конкретно то есть я видел ну вот 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 у меня цифры все 190 тысяч там то 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 блин продай себе и радуйся и вообще ну протупил короче ну что тут сделаешь ну блин нельзя предугадать вот ну что есть что есть короче главное что не потерял в конце концов а опыта набрался нормально вот ну в общем с акциями то что там непонятки какие то в принципе интересные вещи происходят у меня в бизнесе в одном офисе вот тоже вот так интересно у меня как бы несколько офисов да в одном офисе у меня продажи выросли причем на процентов 30 по отношению с прошлым годом в это же время то есть несмотря на то что коронавирус сыграл какая 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 момент у меня офис этот в центре атланты и там все закрыто то есть многие изведения закрыты и а мы как бы одни из дневной который можем быть открытыми вот я так понимаю что народу делать тупо нечего и они уже идут куда бы не идти чем позаниматься и вот народ попер к нам вот там короче вот такая ситуация зато другой офис у меня есть точно такой же да квесты в другой части города началась школа во-первых во вторых что ну вот карантин тут люди больше другой другая другая как бы демография людей вот и тут у меня продажи упали процентов на 30 упали вот то есть оно как то так ну вот в одном месте балансирует немножко другом месте ну вот пока пока справляемся по крайней мере посмотрим как там дальше вот ну в общем вот такие новости собственно говоря вот вот все новости сейчас я тут в атланте опять занимаемся делами обыденными ну и как бы все на этом все новости заканчиваются так что-то дочки на автобусе а да у дочки сейчас вот китайским она начала заниматься ну я об этом делал видео я об этом делал видео ей понравилось что меня несказанно радует и я купил ей еще больше занятий и короче у нас сейчас такая интересная штука что фактически у у нас все занятия понедельник среда а понедельник среда суббота и воскресенье вот занятий китайске 4 4 раза в неделю причем а я там еще дополнительно взял в какие-то моменты там короче будет овел а то есть будет больше занятий то есть у меня допустим в некоторые дни да вот в среду два занятия китайским но они небольшие то есть они всего там полчаса идут то есть очень быстрые занятия и ну ребенок не устает вот ну в общем вот как как бы такие вот дела посмотрим как она будет дальше жена еще тоже ну ева вроде как заявлять желание заниматься скрипкой не знаю насколько это реально или нет будет ли она этим заниматься или нет но вот тоже хотим попробовать ее куда-то записать на скрипку единственное чтобы вот сама это главная проблема чтобы у меня было время потому что мне надо заниматься и работой и неудобно короче часто будет куда-то ее возить вот с китайским видите проще сидит дома по зуму заниматься вообще классно просто тем тем очень удобно вот ну посмотрим может и скрипкой попробуем заняться у меня есть сомнения что она пойдет потому что вроде как ел не указывал каких-то там больших способностей музыкальных но опять-таки кто его знает что хочет если нравится почему бы и нет вот как бы так тимоша тоже развивается начинает новые словечки какие-то говорить прикольные вот больше ну прям видно что он понимает то есть он отзывается говорит тебе там что-то там хочешь да там нет зовет ну в общем от тимоша у меня полный восторг я просто наслаждаюсь такой мальчик он такой мальчик классный очень послушный очень добрый очень такой любящий и вот он даже девочку любит так очень ну прям по нему видно что он хороший вот я очень очень надеюсь что он таким останется и не испортится наше воспитание будет правильное в том плане чтобы его не обижать потому что ну иногда все но приходится наказывать там ругать допустим за какие-то вещи ну старайся делать это аккуратно и ну бывает он встанет капризничать начинает то есть ну вот эти такие моменты они тонкие с ними нужно быть аккуратным то есть я понимаю чтобы в этом не обидеть как-то чтобы характер его не испортился вот а так он просто классный классный мальчишка и прям я вижу что у него очень хороший характер прям чудесно то просто какой характер я говорю жене давай может заведем третьего потому что тимоша будет классным братиком старшим ну просто вот сто процентов но я вам скажу то не тяжело и мне тяжело я но признаешь что у нас вот знаете у людей есть разное количество энергии да если вы замечали ну все взрослые смотрите меня вот понимаете о чем я то есть вот у нас с женой как оказывается примерно одинаковое количество энергии мы не супер энергетичные то есть мы устаем и эмоционально с детьми устаем и физически устаем вот но еще я скажу что наверное не хватает занятий спортом вот надо надо следить за собой надо заниматься спортом потому что вот не занимаешься спортом ты начинаешь быстрее уставать я это замечаю и вес вот начинает сказываться то есть я так вот поднабрал так приличный вес в общем надо этим заниматься но честно сказать лень лень страшная вот это интересная штука мне не лень работать абсолютно то есть я могу работать много и мне не лень а вот заниматься спортом мне лень и есть конечно проблемы со спиной и они мешают ну мне физически многие вещи тяжело делать то есть я ощущаю болезнь на спину практически постоянно вот и это очень сильно напрягает и что-то делать там сильно не хочется но заниматься надо потому что я вижу что это сказывается на общем состоянии усталости и так далее еще нужно спать больше у меня проблемы со сном начинаются тоже то ли за возраст или за чего я стал намного хуже спать вот тоже это замечаю раньше там хоть пушки стреляют пускай рядом я ничего не слышу я сплю а сейчас стал конкретно чутко спать и вот проснулся если с утра проснулся сейчас там что-то вот надо сделать там его сейчас проводить или что-то вернуться и лечь спать уже нереально то есть ну во-первых ты можешь не дает он уже просыпается тоже но во-вторых просто это я заметил раньше я мог хочу спать пошел и сплю а сейчас ни фига уже это так не работает и нужно с этим аккуратнее быть я тут не высыпался не успался не высыпался потом один день нормально лег вовремя ну рано лег там уже сильно уставший был там за неделю лег часов 8 хорошо поспал и мне сны начали сниться которые давно уже не снятся и я так себя бодренько ну чувствовал что было прям такого ничего себе типа блин прикольно поспать ты когда хорошо вот ну вот как то так друзья все пойду ждать дочу ждать дочку с автобуса все на этом новости кончаются так что увидим следующий раз пока пока